Мама, мама, включи мультики! Дианочка, я включаю, включаю! Имейте терпение! Мама, я не хочу такие! Включи про роботов! Я не хочу смотреть про роботов! Я хочу про принцесс! Мама, включи про принцесс! Так, дети, короче, держите пульт и сами решайте, что вы будете смотреть! Мне некогда! Мне нужно идти лук полить! Ну вот, совсем скоро будет зелененький-призелененький! Можно будет добавить салат, суп, ну или еще куда-нибудь! Зелень очень полезная! Ой, как же круто, когда выходной! Как же уже пахнет весной! Птички поют! Огород-то у меня совсем не тронутый! Пойду хоть что-нибудь пробороню или грядочку вскопаю! Ой, спина! Ой, будь она не ладно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, прихватила-то как! Ой, может хоть чуть-чуть пограблю! Ой, нет-нет-нет, пока! Сегодня выходной, может Даша поможет мне? А? Или Саша у нее приехал с командировки? Оля! Даша, привет, да! Ага, мам, твоя, да! Забыла уже, да? Такая хорошая погода, а вокруг никого! Что еще, все спят, что ли? Возьму-ка Макса, разбужу! Может, он со мной на велике покатается? Стало тепло, редко кто на улице появляется! Странно! Алло, Макс! Да, это Валерка! Пойдем на велико кататься! Отличная идея! Не буду даже умываться! Да, я скоро! Пять минут, и я у тебя! Ага, давай никуда не уезжай, только опять тебя искать! Давай, пока! Алло, мам, нет! Саша еще в командировке, да! Я сегодня что делаю? Я сегодня на работу побегу, но я знаю, что выходной! На огороде помочь? Слушай, я могу попросить Макса и Катю тогда! Давай они к тебе приедут! Все, договорились, давай, пока! Нет, ты сама ничего не делай! Ну, тем более болит спина! Давай, пока! Мам, мам, меня Валерка гулять позвал! Я пойду на великах покатаюсь, ладно? Спасибо, мам! Стой, Макс! Чего, мам, я не хочу завтракать! Зубы почистил, умылся! Да нет, тут эта бабушка звонила! Ну, отлично, привет ей передала от меня! Ну, все, я пошел, ладно? Да стой ты, господи, боже мой! Она помощи просила! Нужно вскопать огород и посадить кое-что! Ну, вот зачем я сюда пришел, а? Ну, вот зачем? Мама, не хочу я ничего копать! Ну, зачем этот огород? Ну, если бабушка сама не может его сама сажать, нужно отказаться от него и посадить там газонную траву! Я на ней буду в футбол играть! Макс, хочешь морковки? Хочу, давай! А нету! Бабушка огород отдала, потому что не могла его копать и что-нибудь посадить там! Вот и морковка не выросла! Нигде расти! Мам, ну что, мы едем к бабушке? Вот пошутила, так пошутила! Не нужна мне эта морковка, не буду я ее грызть, мама! Можно я схожу погуляю, а потом к бабушке? Вон, Катя говорит желанием, пусть она копаться едет в этой земле! Макс, я ничего не знаю, едете к бабушке, когда все дела там закончите, хоть на велосипеде, хоть на самокате, да хоть на чем катайся! Я ясно объясняю? Ясно, мам! Ну что, Катя, пойдем собираться! Катя, подвинься, мама! Даник не дает мне мультики смотреть! Своих роботов включил, а я не хочу их смотреть! Ой, да! Дяночку еще возьмите с собой, хорошо? А с Даником тогда няня посидит! Дяну! Мам, так давай сразу и Даника, мы со всем справимся, и огород скопаем, с детьми посидим, чего уж там-то? Ой, ты бедная несчастная! Нет, Даника, я вам точно не дам, а то вы его там на огороде где-нибудь и закопаете! Так, все, давайте, езжайте, мама ждет, ну точнее это, ваша бабушка! Привет, бабушка, как у тебя дела? Ой, привет, Максик, да все нормально, я с утра на огород пошла, спину что-то прихватила, вот, думаю, у меня же помощники растут! Ну что, где Катя, Диана? А я тут, бабушка, ух ты, шоколадные грибочки, а мы что, будем их тоже сажать и вырастет в шоколадное грибное дерево, да? Ха-ха, нет, Дяночка, это я вас буду угощать, вы же наработаетесь, проголодаетесь, вот, чайку попьем с печеньками, так, а фронт работает, сейчас я вам покажу! А я уже все вижу, нужно лук посадить, да, бабушка? Ой, молодец, моя хозяюшка Катенька, все сразу поняла! Макс, Дяночка, наверное, маленькая еще, пусть она со мной тут посидит, а ты иди, помогай! Бабушка, да ты что, я тоже хочу лук сажать! Ха-ха, как тут здорово! Катя, ну что, давай его в землю втыкать! Бабушка, ну как я могу у ребенка такое занятие отнять? Может я тогда это, пойду пока гулять, они без меня справят, ну, бабушка? Нет, Максик, извини, я обещала за тобой присматривать, куда ты сейчас тут уйдешь, потом тебя и не найдешь. Давай, иди тоже на огород, быстрее справитесь, быстрее освободитесь! О, как я не люблю эту дачу! Катя, ну, чего там с этим луком делать надо? Давай его высыпем в одну кучу, да и все, пусть растет! Ага, умный какой, он в одной куче и не вырастет! Так, Дяночка, отходи, начнем, пожалуй, вот отсюда! Так, сюда посадим! И польем, да, Катя? Правильно, Дяночка! Как мне это нравится! Макс, а ты бери грабли и иди там загреби! Обалденно, а что мне самое сложное-то? Ну, наверное, потому что ты мальчик, да? Вот, аккуратно, аккуратно, не закопай его совсем! Ну, так сама бы и делала! Я уже вон, весь и так в земле! Ничего, ничего, лишний раз умоешься! Так, еще одна луковка! А что интересно будет, если все-таки посадить этот грибочек? Может, что-то и вырастет? Давай, давай, расти, маленький, точнее большой! Надо его полить же еще! Дяночка, ты где с лейкой пропала? Нужно лук полить! А? Да я здесь, здесь, сейчас, ага! Давай, расти, лучок зелененький-призелененький! И грибочек вкусненький-шоколадненький! Фух, я сейчас упаду прямо тут! Но этот же лук! Ой, а этот-то что такое? Макс, не трогай, это шоколадный грибочек! Мне кажется, из него тоже может что-то вырастить! Дианка, да ничего из него не вырастет! Он только здесь испортится, да и все! Лучше бы съели! Вырастет-вырастет, я верю! Бабушка, мы все! Как все? Совсем все? Весь лук, что ли, посадили? Да ну, что вы мне врете-то? Ой, как быстро-то! Ой, молодцы какие! А я бы тут, я бы тут за неделю не управилась! Ой, помощнички! Даша, обязательно спасибо скажу! Ой, ну все, идите чай скорее пить! Ой, а что-то грибочков меньше стало вроде! Успели натаскать уже? Ага, если бы, посадить! Катя, могла бы не говорить, у бабушки все равно плохое зрение! А тут бы как выросло такое дерево! Ладно, ладно, Дианка, посмотрим, что из этого вырастет! Главное, что лук на месте сидит! Скоро приедете, я вам салату с зеленью наделаю! А пока вот чаек с грибочками! И если не хотите больше гостить у бабушки, то свободны будете! Ура, свобода! Алло, Макс, ну что ты, не пойдешь, не отпускаешь что ли? Я уже три часа тут катаюсь, тебя жду! Что? Валерка, тут непредвиденное обстоятельство, нас бабушки заслали! Да, на грядки! Сейчас я иду! Да, только переоденусь, ну или отряхнусь и весь земли! Да быстро это! Давай, ага! Ааа, моя спина, мои мышцы, мои руки! Ой, кажется, я так устал! Я так устал, я уже не дойду! Ааа! Ой, Макс, вы уже все? Ты что, от бабушки сбежал? Мама, я не сбежал, мы все сделали, я устал! Ой, боже мой, в ботинках весь земле, на штанах-то что? Ты же это, хотел, кстати, покататься сходить! Иди, пожалуйста, так поработал, ой, молодцы! Какой велосипед? Я шевелиться не могу, мама, можно я так, пожалуйста, полежу? Я потом это, все приберу! Хорошо, Макс! Помощнички, вот что значит, три часа поработать на огороде! Упал без задних ног! А Катя-то с Дианкой где? Мам, ты представляешь, у этих двух столько сил, они еще цветы остались! Бабушки, там, у дома посади! Я с луком весь уже падаю, а они еще цветочки пошли сажать! Так что, мама, у них там все хорошо! А я, если что, спать! Да, ребята? Бабушке надо помогать! Ай, сейчас немножечко отдохну и в душ! Ну, а потом, если Валерка еще не устанет на велике кататься, то я к нему присоединюсь! Обязательно! Ну что, ребята, ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ и смотрите новые интересные серии про нашу веселую семейку Катя и Макса! А вы любите ездить на дачу? Пишите в комментариях! А также заходите на наш второй канал Даринелка, там куклы Лол ждут вас! А также канал Даринелка Плей, там Дарина и Макар и подружки открывают разные игрушки! Пока-пока! Ой, кажется я устал! Ой, зубы заговариваются! Приветик Сабрина и Зарина! Приветик Маша, приветик Айвика, приветик Софа, приветик Жилдыз, приветик Блум, приветик Ангелина, приветик Негина, приветик Равшан, Амина, Абдурахман, Абдула и Хадича, приветик Аделия, приветик Куля, приветик Свете и Саше, приветик Аиша, приветик Алина, приветик Анна, приветик Артур, приветик Лиза, приветик Саша, приветик Витя, приветик Робья, приветик Фарида. как голова болит еще этот будильник звенит давай давай выключайся выключайся уже а и голова просто раскалывается ай нужно вставать ого себе кажется голова кружится ай нет еще полежу немножко кажется у мамы звенел будильник пора вставать так лучше видно точно уже утро катя дианка данник если тебе не спится то ты иди поиграй в зал а нам дай поспать у меня вообще каникул данник ладно ладно валяйтесь сони мама мама что-то будильник не выключаешь сейчас сейчас данник просто я что-то встал у меня так болит голова еще кашель этот кажется я заболела ой мамочка как же так не болей не болей дай я потрогаю как твоя голова ай кажется я губки обзог мама заболела соус катя макс катя макс данник да ладно тебе не буди полежу немножко сейчас и все нормально будет если тебе не сложно принеси пожалуйста градусник точно мама все хорошо сейчас я градусник найду ну вот почему она заболела вроде сосули как я вчера на прогулке не ела а закашляла как где тут о градусник носа вот мамочка мере температурку только я не могу понять почему сосульки ел я а заболела ты а что и когда успел я вроде за тобой вчера на прогулке пристально смотрела опять облизывал сосульки данник ну вот смотри вот я вот простыла а мог и ты лежали бы сейчас вдвоем тут ой мамочка мне кажется там эта скала дошла до конца градусника он сейчас лопнет доставай быстрей к 39 вот это да сколько сколько не мам ты как хочешь а я пошел всех будить вставайте скорее дианочка дианочка то мама заболела ей плохо у нее 39 сколько точно 39 данник ага что тебе врать то ли буду только то померили температуру о-о-о надо вставать срочно ай добро утро всем данник что говоришь померили температуру мама как себя чувствует лежит и кашляет ай-яй-яй я пойду до нее схожу а вы пожалуйста поиграйте здесь только не балуйтесь маме сегодня не до нас всех как кашляет мама да у тебя похоже что бронхит да нет катя ну что ты просто простылась сейчас полежу и все пройдет мам как тебе помочь может дать что-то от температуры может приготовить морс ой катя да мне бы мокрая полотенушка пожалуйста если тебе не сложно и водички стаканчик в горле все пересохло ой я вам сегодня не помощник может это позвать бабушку или вызвать работы папу мам не знаю мне кажется мы сами справимся если будет сложно тогда можно а кстати они они еще не починили так бы она с нами посидела нет катя няня сервисном обслуживании там устанавливают какую-то обновленную программу ох уж эти роботы постоянно что-то новенькое а ясно ладно мам ты лежи отдыхай я мигом за полотенцем и за водой ой чего это там как-то шумно сколько интересно времени а сколько я проспал уже обед что ли о кать привет можно я быстренько в туалет схожу ты что собралась в ванну ага макс если бы мама заболела вот полотенце и мочу ты кстати это сбегай пожалуйста она еще просила стакан воды мама заболела ничего себе все ой бегу коль ей говорил весна греть пришла весна пришла шапку сняла меня в шапке эти гулять заставила вот и простыла ух я и сейчас так водички о не не особо холодненько нормально ну мама говорил же что надо было шапку одевать ай вот он вытеру сейчас не до пустяков на маму спасать вам ну что как дело голова были макс да вроде получше уже сейчас еще водички попью спасибо тебе я тебе говорил шапку одевать а ты весна весна да ладно тебе макс ну простыла с кем не бывает сейчас все пройдет еще таблетку обещала принести катя несет несет катя таблетки и мокрое полотенце держи ма ой спасибо дети что бы я без вас делала ну вот таблетка выпила сейчас температура спадет и все дела если вы без меня немножко справитесь я полежу хорошо а вам да конечно лежи что сложного то а что нам делать катя макс как-то мама у нас я так проголодался может что-нибудь придумаем на завтрак ну вот макс например нужно приготовить на всех завтрак сделаем яичницу и тосты сейчас уколчик сделаем и все и будешь ты как новенькая ой мама а может тебе нужен укол не девочка спасибо как нибудь обойдусь возьми трубку там кто-то звонит у меня можно я отвечу девочка ответь привет пап у нас мама заболела да ужасно заболела кашля и температура 39 да а еще еще и сделала укол не внимание кукле кукла тоже заболела да катя макс готовит завтрак для нас да мама съела таблетку и мы ей дали мокрое полотенце лежит трубку дать мама на тебе папа алё даша да ты что с ума сошла с температурой 39 лежишь дома как что делать вызывай врача да все нормально саша просто простыла да не волнуйся ты если что я приеду да как только врач придет что скажет мне обязательно позвони не занимайся самолечением вон как кашляешь с ума сойти я сейчас сам врача вызову ладно ладно сама вызову хорошо давай позвоню ага вот и договорились что там мамочка что случилось ай дианочка да папа панику наводит думает что чем-нибудь серьезно заболела вот заставил вызвать врача так что сейчас вызовы и приедет ой врача мамочка тебя в больницу не заберут да не должны дианочка все нормально у меня макс макс дай мне какую-нибудь машинку желательно машинку скорой помощи а диана зачем тебе опять сломаешь и не мешай мы с котей это завтрак вообще-то вам готовим зачем тебе скорой помощь да ну как мою куклу увезут в больницу так же как нашу маму сейчас чего а с чего ты взяла что нашу маму в больницу то увезут ха диана с того что звонил папа папа заставил маму вызвать врача а мама так кашляет врач ее точно увезет в больницу и оставимся мы с вами совсем одни ну что там с машинкой то а неужели все так серьезно то ладно катник и пишу это раньше времени то не волнуйся мама же сказала ничего страшного просто простуда ну а папа перестраховал сейчас доктор приедет послушать да сидела кхкхкхкхкхкхкхкха да что такое то отвяжись уже кашля здравствуйте ой здравствуйте доктор так быстро не ожидала зря наверное вас вызвало у меня уже вроде все нормально просто муж переживал вот и заставил вызвать доктора ну вы знаете если бы не было повода то не переживал бы. Так, что это тут у вас? Вы съели обезболивающее от температуры. Ой, вы сделали себе какой-то укол сами? Да нет. Это у меня дочка играла с куклой. Вот и шприц тут оставила. Я съела от температуры таблетку. И вроде она спала. Хорошо. Сколько температуры была? Сейчас еще померяем вам давление. Температура, да? 39,2. Ого, серьезная. А давление-то у вас? Ого. Вы себя вообще хорошо чувствуете? Ну, как сказать, почти, да? Немножко заболевшей себя чувствую. Немножко заболевшей? Да вам с таким давлением надо уже в палате лежать. Доктор, да вы что, не пугайте? Может у вас с приборчиком что-то? У меня все нормально. Нет, вы знаете, у меня с приборчиком тоже все хорошо. Давайте собирайте пакет, я отлезу вас в больницу на скорой помощи. Доктор, не надо в больницу. У меня дети и муж командировки еще. А здоровье вам не важно, да? Дети у нее. А если вы сейчас сляжете тут? Доктор, да я не думаю, что все так серьезно. Сделайте мне какой-нибудь укол. Нет, нет, нет. Я на себя такую ответственность не возьму. Или пишите отказ от госпитализации, либо поехали. Поехали. Есть с кем детей оставить? Бабушки, дедушки, там няни, я не знаю. Эх, сейчас мужу позвоню. Все так серьезно, что ли? Наша мама забирает в больницу. Катя, Макс, Диана. Заболела сильно наша мама. Доктор сказала, срочно в больницу. Как в больницу? Даник, это точно? Точнее, не бывает. Вот блин, история. Да, утро добрым не бывает. Побежали скорее к маме. Доктор, доктор, что там у нас с мамой? Ой, как у вас их много? Ага, наша веселая семейка. Ребята, дети, да все нормально. Просто доктор говорит, что нужно съездить до больницы. У нее нет с собой нужного лекарства. А, мам, так оттуда и обратно. Ну, а вы переволновались все. Дети, я не могу точно сказать, насколько я заберу вашу маму. Лекарства нужно будет еще поискать. Ну да, я позвонила папе. Он приедет часа через два. Ой, мама, бедная мамочка. Ну как так-то, а? Да не волнуйся, Дианочка, все будет хорошо. Да-да, подтверждаю. Маму вашу вылечим и вернем домой абсолютно здоровую. Так что не волнуйтесь. Не волнуйтесь, ага, здорово. Сидит доктор у нас дома, мама больницу забирает. А мы тут не волнуйтесь все, а? Я вообще сейчас заплатил. Дианочка, не надо не платить. Я тоже, знаете, заплатил. Так, а ну-ка бросьте все эти слезные мокрые дела. Хватит маму расстраивать вообще. Она у нас вон и так заболела. Это все от нервов, наверное. Так, все, тишина, ничего не случилось. Мама просто поехала на осмотр в больницу. Да-да, не будем расстраиваться и раскисать. Скоро папа приедет, позвонит к доктору и спросит, как там мама в больнице. Может, что-то принести надо. Мы будем ходить и им навещать. А сейчас пойдемте, там у нас, наверное, завтрак уже остыл. Эх, только что-то не хочется и кушать, да, Кать? Ну да, Макс. Ну надо, завтрак очень важно в питании части. О, Даник тоже, тоже покушал. Давай в доктора поиграем. О, давай, Дианка. Тем более я знаю, что когда вырасту, точно стану доктором. И буду помогать людям выздоравливать. А вообще делать так, чтобы они вообще никогда не болели. Я изобрету супер таблетку съел и все. И никогда ничем больше не заболеешь. Вот так. О, всем привет. Завтракайте. А вот и я успел за час. Ничего не произошло у вас? Ну, пап, если не считать, что маму в больницу забрали, больше ничего сверхъестественного. Мы с Максом завтрак приготовили. Дианку с Даником накормили. Ой, молодцы какие. Хе, пап, ты тоже можешь покушать. Еще осталось. Ты, кстати, не звонил там маме в больницу? Как у нее дела? Звонил, звонил. Давление нормализовалось, температура в норме. В принципе, все хорошо. Только что нас слушали, что бронхит у нее. Так что придется немножечко полежать. Э, кстати, а вы почему в школу-то не собираетесь? А ну быстро за портфелями, дневниками и вперед в школу. Вы же опоздаете. Папа, папа, слишком долго ты ездишь по командировкам. Каникулы у нас. А, каникулы? Хе, ну я это запамятовал просто. Тогда отдыхаем веселой семейкой сегодня. Вечером пойдем навестить маму. Принесем ей что-нибудь вкусненького. Эх, ну что, ребята, вот такая сегодня серия. Немножко грустненькая. Мама наша заболела бронхитом и лежит в больнице. А мы нашей оставшейся веселой семейкой сидим дома. А вы, ребят, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее наша мама поправится. Подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии про Катю и Макса веселую семейку. Приветик Элата. Приветик Ариночка. Приветик Оля. Приветик Варе, Вике, Игорю, Кириллу, Саше, Руслану и Оружану. Приветик Сосори. Приветик Олеся. Приветик Ксения. Приветик Уля. Приветик Сашулька. Приветик Лиана. Приветик Оружан и Орлана. Приветик Татьяна. Приветик Лала. Приветик Мария. Приветик Катя. Приветик Люба. Приветик Камила. Приветик Саша. Приветик Ляйсан. Приветик Сончику. Приветик Елизавета. Приветик Нике. Приветик Надежда. Приветик Муштарий. Приветик Ходдог. Приветик Полина. Приветик Яна. Приветик Митя. Приветик Раиске. И почему каникулы все время так быстро заканчиваются, а? Эх, опять в школу А, я не понял А где моя одежда-то, пап? Кать, Кать, это твои шуточки? Где вся моя одежда из шкафа? Я не знаю, Макс, это не мои шуточки Не мешай, мне нужно собираться в школу А еще успеть накраситься Странно, представляешь, у меня пустой шкаф А насчет накраситься не знаю, будет ли чем тебе или как В смысле будет ли чем? Диана! Что, Катя, мне вообще-то сегодня тоже нужно пойти из дома У меня сегодня садик Ну и что, в садик же не красится? А это почему это еще? Что, я в садик должна ходить, страшно я? Так, ладно, вы тут разбирайтесь, а я пошел дальше Искать свою одежду, не пойду же я в школу так Пап, пап, ты не знаешь, где вся моя одежда? О, моя рубашка Положи, положи, Макс, на место Она у тебя мятая, как из одного места, Достана Из какого еще такого места? Из шкафа, это ты достал всю мою одежду, пап Да, Макс, я все выстирал Зачем ты грязную одежду тоже складывал в шкаф? Когда ее нужно складывать, стиральную машину, а? И рубашка, смотри, вся-вся мятая Да нормально, рубашка, пап, отдай, я падаю Ладно, ладно, забирай, уроки-то сделаны? Да, да, пап, все сделано А где мой ланчбокс? Что я возьму с собой покушать, а? Что? Ой, ты, какой ты Какой еще ланчбокс? Забыл, сейчас иду Эх, ну я уже не успею тебе ничего приготовить Поэтому давай я отдам тебе денег И как мама все успевает, а? Во, денег это хорошо, пап Ты это, если что, не расстраивайся, я могу и без ланчбокса идти Я в там столовой могу попитаться Ты это, побольше денежек дай, у нас там такие булки дорогие Так, хорош мне зубы заговаривать Сейчас маме позвоню, спрошу, сколько она вам дает И это, смотри, если двойку принесешь Очень серьезный разговор тебя будет дома ждать, понятно? Я тебе не мама Понятно, папа К доске пойдет К доске пойдет Я совсем забыл про это стихотворение Меня, если что, здесь нету Так А, Макс, выходи к доске, рассказывай стихотворение Я надеюсь, ты его выучил, ведь у тебя были целые каникулы А почему я? Можно ее потом, после кого-нибудь? Вот именно, были каникулы на каникулах, надо отдыхать, а не стихи учить Макс, я вызвала тебя к доске, выходи Девочки, девочки, помогите, а Мне папа сказал, если я двойку получу, все Вечером будет такой серьезный разговор Может, даже их ремнем получу Макс, я могу тебе только книжку открыть Если увидишь, сможешь прочитать Видно? Спасибо, ага Эээ, стихотворение Эээ, Пушкин, ас, туча Последняя туча рассеянной бури Одна ты несешься по ясной лазури Одна ты наводишь унылую тень Одна ты печалишь ликующий день Ты небо недавно кругом облегала И молния грозно тебя обвивала Ой, молодец, неужели выучила? Ай, умница какой, а как выразительно Так, постой, а что это там открыто? Ага, отлично Пушкин, ас, тебе тоже поставить два? Ой, учительница, не надо, это я просто повторяла И, видимо, забыла, что у меня книжка так стояла Я сейчас все уберу Макси, извини, сделала, что смогла Блин, что же делать-то, а? Эээ, я и так выучила Я вообще туда не подсматривала Вот, слушайте Пушкин, ас, туча Эээ Ну-ну, давай я тебя слушаю Пушкин, ас, Александр Сергеевич вообще-то Туча, дальше что у нас? А, эээ, Александр Сергеевич Пушкин Стихотворение называется «Туча» Вот, само стихотворение Эээ, что там было-то? Последняя туча рассеянной бури Ну? Дальше-то что, Макс? Побыстрее давай Мне так на одно у тебя урока не хватит Эх, не помню Я забыл Можно я сейчас быстренько повторю и все расскажу, выйду Макс, не морочь мне голову Не выучил, так не выучил Садись, два Учительница, пожалуйста, можно не два? Так, я папе обещал Могу единицу поставить Да не, спасибо, лучше два Эх, надо дневник в школе оставить О, а вот и пульт нашелся Эх, это ж как надо раскорячиться, чтобы в труднодоступных местах-то пропылесосить, а Пап, я пришла А что ты делаешь? Кать, ну видно же, пылесошу Ну как, в школе дела? Все нормально, пап, пятерка получила И тройку По математике, я там пример не поняла Ну тройка, не двойка бывает, Кать, не расстраивайся Да я и не расстроилась, я завтра все переделаю Что у нас на обед, пап? На обед? Уже? Ээээ, Кать, пока ничего нет Я пока пылесосил, пыль протирал Мама мне список дел написала, я вообще ничего не успел Эээ, ну ладно, я пойду чай попью тогда Вот точно, отличная идея, Кать О, Кать, ты что, уже пришла? А ты что-нибудь кушала? Что у нас на обед, а? Макс, папа не успел ничего приготовить, так что ничего нет, я чай пила Эх, ладно, тоже чайку попью тогда Хотя лень мне чай наливать, буду пить молоко Ой, Макс, Макс, все валяется Ой, а он что, из школы уже пришел? Или ушел в школу без рюкзака? Так, сейчас посмотрим, что там Так, 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 сегодняшний день, двойка по... Почему? По литературе Не выучен стих Ага, Макс А ну иди сюда Я забыл спрятать дневник А, и что же делать-то? А зачем его прятать? Ты что, опять двойку получил, Макс? В первый-то день после каникул Как уж умудрился-то Да учительница взяла, вызвала меня к доске За каникулу нужно было стих пушки научить А я, естественно, про него забыл и не выучил А на, кто пойдет к доске? Макс! Вот так вот двойку получил А папа мне сказал... Ой, ладно, я пошел Да, пап, что? А ты сам не знаешь что? Ты видишь, что у меня в руках? Вижу, пап Мой дневник Там двойка по литературе Я не выучил стих Но я сегодня обязательно выучу Ай-яй-яй-яй-яй Ты же обещал Я же тебя с утра спрашивал Стих будешь учить Теперь со мной Ладно, а с тобой, пап, это как? А есть у меня один Старый способ Папа меня еще таким учил Бери учебник Пойдем на кухню Ты надолго запомнишь этот стих Пап, пап, может я это... Может я как-нибудь сам выучу? А к тебе подойду и расскажу Нет, Макс, сам ты уже сегодня выучил Вот, на твое выучил и смотрю как раз Эх, ладно, пойдем, пап Страшно, конечно Интересно, что это за способ такой? Пап, пап, а ты уверен, что эта кастрюля на голове мне так уже нужна? Я с ней что, стих лучше запомню? Ага, давай, начинай Эээ, пап, может не надо? Макс, мне кажется, больше никак Давай, начинай Эээ, Александр Сергеевич Пушкин Туча Ну, дальше что запомню? Последняя туча Рассеянной бурей Одна ты несешься Паясной глазури Лазури, Макс Лазури А не глазури Брррр Да понял, понял, пап Эээ, паясной лазури Пап, Макс, что это вы тут делаете? Макс, зачем ты одел кастрюлю на голову? Пап, это что, игра какая-то? Да, Кать Называется выучи стих Минут за пять Я думаю, справимся Опять двойку получил Ааа, ничего себе Макс, ну и как, получается? Очень смешно, ага Кстати, у тебя там это Стихов никаких не задано А то ты следующая Не-не, спасибо Я как-нибудь сама справлюсь Ну что, ребята Вот такая история Я думаю, завтра Точно будет пятерка Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Дариналка ТВ И смотрите новые Самые интересные серии Нашего сериала Катя и Макс Веселая семейка Пап, отпусти Макса Не на доллочку Нам нужно приветы передать А потом продолжите Приветик Полина Приветик Милана Приветик Юля Приветик Вика Приветик Карине, Свете и Саше Приветик Каролина Приветик Мария Приветик Изабелла Приветик Насте и Саше Приветик Дарья Приветик Олеся Приветик Амирана Приветик Азалинда Приветик Маша Приветик Вика и Ксюша Приветик Азиза Приветик Аделия Приветик Иренка Приветик Женя Приветик Елена Приветик Настя и Турна Приветик Александра, приветик Кристина, приветик Светлана, приветик Ульяна, приветик Айназик, приветик Полина, приветик Елизавета, приветик Макс, приветик Марьян, приветик Евгеша, приветик Авокадику.